По поручению министра внутренних дел я провожу этот брифинг для того, чтобы проинформировать, что МВД ведется криминальное проваджение по статье 110 приметка 2 финансирования незаконных действий, направленных на изменение территории Украины и захват государственной власти, которые повели к тяжелым последствиям. Это криминаловое уголовное проваджение проводится против группы компаний, которые в нарушении законодательства Украины продолжают транслировать на территории Украины сигналы российских телеканалов, которые несут ложь, которые несут лживую пропаганду на территорию нашей страны. Как вы знаете, суд запретил трансляцию на территории Украины телеканалов ОРТ, Первый российский телеканал и других телеканалов, которые говорят неправду, сеют межнациональную рознь и так далее. В то же время есть компания Торсад, которая является подрядчиком российской компании ОРТ, которая в свою очередь оплачивает услуги компании Садтелеком по трансляции данных телеканалов на территорию Украины. В том числе этот Садтелеком, правда, обслуживает не только российские телеканалы, но и украинские. После решения суда о запрете трансляции российских телеканалов, эта компания должна была прекратить транслировать спутниковый сигнал на территорию Украины. Вот эта схема взаимосвязи, можете ее заснять. Данные компании, их руководители нарушают статью 110 часть 2 Уголовного кодекса, которая предусматривает наказание от 8 до 10 лет лишения свободы. И связано это с тем, что деньги, которые поступают за передачу сигнала, за продажу рекламного времени, в том числе используются на финансирование терроризма. Это у нас установлено и доказано целым рядом оперативно-розыскных мероприятий. Сейчас проведены обыска в этих компаниях, изъяты серверы, арестованы денежные средства на сумму 90 миллионов гривен. При этом могу сказать, что такие действия со стороны юридических лиц, заистрированных на Украине, являются циничным подтверждением того, что деньги значат важнее, чем государственная безопасность Украины, информационная безопасность Украины. И, как говорится, эти компании фактически выполняли заказы со стороны спецслужб Российской Федерации и в целом проводят на территории Украины политику Российской Федерации, в которой у нас, вы знаете, фактически состояние войны. Кроме того, хочу сказать, что телеканал Интер, который является украинским телеканалом, на 29% принадлежит российскому телеканалу ОРТ. И, как вы видите, по информационной политике телеканала Интер всячески старается уничтожать те силы, которые являются проукраинские, которые являются патриотическими и которые показали себя на Майдане и бескомпромисто работали на свержение Резима Януковича. Я думаю, что после выбора в Верховной Раде необходимо будет поставить вопрос о том, чтобы запретить вещание на территории Украины с тех средств массовой информации, которые имеют собственность Российской Федерации, поскольку это напрямую влияет на информационную безопасность нашей страны.